Добрый день всем! Сегодня у нас 9 сентября 2023 года. Хотела показать вам, как у меня Райка ест мороженое, которое Жанлюк готовит для него. Кусочки вкусняшек замораживает в морозильной камере с водой. Заливает водой, замораживает в формах. Вон видите, как хрумкает. Очень любит, потому что жарко. У нас сегодня 35,5 градусов. Вот так вот. Это вот я цветы, которые вчера купила в магазине. Видите, какие симпатичные. Переставлю потом их на окно. Сейчас пока спрятала сюда, чтобы затенить немножечко от жары. Вот так. У нас время обеда. Разносится такой, знаете, приятный аромат отовсюду. Небо чистое-чистое. После обеда пойдем с Жанлюком опять, так скажем, на облашиный рынок. Если удастся, попытаюсь поснимать. Вот уже готовим. Сейчас будем тоже обедать. Вентилятор поставил. Ну вот так вот закрыли тут, затянились у себя. Вот такие, в общем, у нас тут пейзажи, так скажем, домашние. Жарко, Райко. Даже птичек нет, смотрите, кормушка полная, птичек даже нет. Они все куда-то попрятались. Я их видела, они все в деревьях сидят. Ой, Райка пошел принимать солнечные ванны. Вот он сейчас тут посидит немножко, полежит. И потом убежит в дом. Забежит. Все время так делает. Ну, наверное, ему это необходимо. Небо, смотрите, какое чистое, причистое сегодня. Пошел еще куда-то. Вот так вот. Ну и продолжу свое видео. Сегодня, знаете, я готовлю, как обычно, так как суббота. Я уже много раз об этом говорила. По субботам мы готовим миди. И хотела показать, потому что обещала, у меня спрашивали. Картофель фри. Картофель фри покупаем вот такой. Видите, в этом магазине у нас написано. Суржеле, ну, замороженный картофель. Видите, группы А. Вот у меня корзинка, которую сейчас я наполню, этот картофель. И поставлю его в... Ну, короче, готовить картофель фри. Масло, конечно, не очень полезно. Ну, что делать в масле? Буду готовить. До такой золотистой корочки. Обжарю его. Ну, не сильно-сильно, но, в общем, обжарю. Потом так вот поставлю. Немножечко стечет это масло. Ну и вот так. Конечно, не полезно. Но один раз в неделю, в принципе, это традиционное такое блюдо французов. Вот картофель фри и мидии. Вот. Вот такая вот. Такой пакет. Тут, видите, 3-4 минуты. 2,5 килограмма. И вот такие они. Вот такой вот. Вот. Видите. Хватает надолго, потому что, в принципе, у нас небольшая такая корзинка. Тут на двоих вполне достаточно. Ну, вот так вот как-то. Потом покажу уже, когда он приготовится. Еще раз сниму, покажу. Вот еще хотела вам показать олеандр наш. Вы смотрите, как он разросся. Вот уж по какому разу он в этом году цветет. Оцвел. Такой некрасивый был. А сейчас опять цветочки набирает. Цветы, видите, цвет набирает. У него бутоны опять. То есть, уж по какому разу он у нас расцветает. Представляете? А я сейчас тут под ним как раз ходила, под олеандром. И слышу, там что-то шуршит внутри куста. Пригляделась там птичек. Видимо, не видимо. Видимо, от жары они и прячутся. Вот. Красотища. Смотрят на меня, главное, выглядывают. Они на меня смотрят. Я на них смотрю. Ну, воробушки самые обыкновенные. Видимо, жарко туда, вот, в чащу, так скажем, этого куста и забрались. Видите, как там тень. Хорошо им. У меня все же, Жанлюк пытается его... Вон там видно, воробушек сидит. Много их там, боже. Не знаю, видите ли вы, видите ли, не увидите. Их там много. Я вон два вижу. Два воробушка смотрят на меня. А так вот, Жанлюк пытался уж несколько раз говорить, надо его подрезать, надо его, как бы, уменьшить этот куст. Я говорю, не трогай, он такой красивый, такой великолепный. Смотрите, какая красота. Вот так вот. Ну, вот такая картошка фри и получается, видите, из замороженного картофеля. Ну, что, как бы ничего нового я вам не показала. Ну, вот так. Эти сами раскрылись в миди. Видите, сами все раскрывается. Мы покупаем их уже очищенные. Я немножко просто поподробнее сегодня хотела рассказать об этом блюде. В общем, получается все точно так же, как подают в ресторанах здесь у нас на побережье. Там у океана. Все точно так же. Вот так же подают картофель фри. И точно так же подают миди, приготовленные в вине, в белом. Ну, можно и другим соусом заказать. Но это вот мои любимые. Ну, и я вот с таким кетчупом иногда ем такую неполезную, так скажем, еду. Вот такой кетчуп. Добавляю немножечко. Ну, вот так как-то. Приятного аппетита всем. Ну, и пока-пока.